Девушки отдыхают Отметим, что Галина Сундеева не признает своей вины, о чем она и ее адвокат заявили как журналистам, так и впоследствии судье. Также они выразили свое несогласие с тем, что было принято решение о рассмотрении дела в закрытом режиме. Я наставила свои позиции, что я не виновна, и сделала все для спасения жизни детей, для приведения к минимуму данной ситуации, данной традиции. Я наставила на том, что я не виновна, и буду защищать свои интересы в суде. Суд закрытый, потому что, наверное, не хотят разглашения некоторых моментов, которые свидетельствуют в мою пользу. Там говорили, что сигнализация давала ложные тревоги временем времени. Было ли это на самом деле? Было. 46 ложных срабатываний за год было. Скажите, пожалуйста, тем не менее, была известна конкретная палата? Конкретная палата была неизвестна, и вся беда, вся трагедия случилась в этом. Потому что дежурная бригада не могла найти палату, где произошло возгорание. Мы вошли весь первый этаж, весь первый этаж, и не могли локализовать эту палату. Если бы было известно, что если бы на табло горела палата номер 8, первое, что бы мы сделали, мы побежали бы именно в палату номер 8. Бывшие же коллеги Сундеева отзываются о ней как об опытном профессионале, сохранившем в жизни сотням детей. Женщина уверена в ее невиновности и сделали несколько громких заявлений журналистам. Это не тот человек, который виноват в данной трагедии. Почти что, вот вы поговорите, вот я, например, знаю, что совершенно люди незнакомые, встречаешься, у кого рожала? У Галины Петровны Сундеевой, у кого рожала? У Галины Петровны Сундеевой. Тысячу детишек ходят здоровые, сильные, красивые. Понимаете? А сейчас эту маленькую женщину, ну, доводят до такого состояния. Это просто, я не знаю, как она держится. Мы вот близкие друзья, мы жили с ней вместе в общежитии, когда еще только-только она приехала из-за Рязани. И чего ей это стоит? Обидно. С нами никогда практически не проводили работу, кто где должен отвечать. У нас висел этот пульт, палаты которого даже не соответствовали тому, что нарисовано на пульте. А вот кто это должен все делать, это нужно выяснить в суду. Теперь это нужно выяснить в суду. А я еще скажу такую вещь. Я не знаю, имею ли я право это сказать. И получила эту информацию не от Галины Петровны, а от тех людей, которые работали там. И если бы не Галина Петровна, то был бы не один обожженный мальчик, а шесть. В следующем судебном заседании будет давать показания и моя подзащитная, уже подробно обо всех обстоятельствах произошедшего. И после чего будут вызываться свидетели, также допрашиваться, выясняться все обстоятельства, в том числе исследоваться документы, доказательства по делу. В настоящее судебное заседание также будет приведено наше хозяйство о приобщении дополнительных документов к делу, о которых мы просили следствие в течение более чем полугода, однако нам отказывалось. Мы сейчас в суд не договорил это хозяйство, надеемся, что там будут представлены дополнительные доказательства невиновности моей подзащитной. Хотя и в деле так достаточно. Напомним, по версии следствия, вечером 19 ноября 2014 года в ГУЗ родильный дом номер один города Тулы двум новорожденным детям, мальчику трех дней и девочке двух дней от роду, проводился сеанс фототерапии, во время которого над кроватками с детьми загорелась ультрафиолетовая лампа. Двое новорожденных детей получили ожоги. Возник пожар из-за того, что лампа для фототерапии была накрыта пеленкой. Эта пеленка загорелась, и пожар распространился на детские кроватки, в которых находились новорожденные. В результате новорожденный мальчик получил 75% ожогов тела и также ожог внутренних органов. Девочка получила 7% ожогов тела. Сергей Стариков, Сергей Фоночкин, Телетула.